Виктор Исаевич Говардовский Виктор Исаевич Говардовский Виктор Исаевич скончался в июне этого года от коронавируса, но я решил сделать этот доклад в знак огромного уважения своего и всего нашего коллектива, и лаборатории, и института, память об этом человеке. Ну и попытаться, может быть, даже отчасти реконструировать, а вот все-таки что бы он хотел сказать. Ну, значит, палочки и копочки. Не буду долго останавливаться на этом вопросе, все это и прекрасно знают. Два типа фоторецепторов, которые служат основой так называемой дуплексной сетчатки, имеющей двойственную природу. Современная сетчатка имеет дуплексный характер и имеет так называемую трехслойную структуру. Это слой фоторецепторов, слой интернеронов и слой гонглиозных клеток, формирующих зрительный нерв. Чуть-чуть истории, когда это все появилось. Ну вот самый первый зрительный пигмент, по-видимому, возник у самых ранних многоклеточных и представлял собой... Сейчас, одну секунду. Беру. Представлял собой, по-видимому, наследство мелатонинного рецептора. Первый легант был ковалентно... Сперва не был ковалентно связан, собственно, с белковой частью. Потом он стал пришит ковалентно к 296-му лизину. Потом это фотосформировалось в непротонированное шифовое основание. Затем где-то вот до разделения на первичный и вторичный ротах произошла дупликация и появился R-апсин и C-апсин. R- это рабдомерный, который потом дал начало огромному семейству рабдомерных апсинов. И рабдомерные апсины так и остались бестабильными. Бестабильные, как и их предок, это вот что. Это когда хромофор, изомеризовавшись в результате световой стимуляции, так и остается ковалентно пришитым в белковой части. И C-апсины, это целиарные апсины, у них, они тоже потом дали начало огромному семейству, у C-апсинов после изомеризации в конце концов легант, хромофор отваливается и уходит. Потихоньку появляются структуры, в которых сконцентрированы фоторецепторы. Сперва это, конечно, никакие не глаза, это маленькие пятнышки, в которых еще находятся неоформленные проторецепторы и проторабномерного, и протоцеллярного типа, нет никакой оптики, естественно. Скорее всего, нет никакой особой обработки. И все вот эти островки являются скопищем в фоторецепторах первичных нейронов, то есть они сами формируют аксоны, то есть никакой трехслойной структуры еще и поменения. Затем происходит удвоение, где-то вот между разделением на хордов, полухордовых, и появляется длинноволновая и кратковолновая апсина. И так вот начинается диверсификация пигментов на множество разноволновых пигментов. В какой в этом был тогда смысл? Вот сейчас я показываю современную картинку, скажем, трех колбочковых и одного палочкового пигмента, и смысл существования нескольких колбочковых пигментов совершенно очевиден. Это основа цветного зрения. Сравнивая сигналы от колбочек с разной спектральной чувствительностью, мы получаем информацию о цвете. Но тогда, когда еще не было никаких нейрональных структур для обработки этой информации, скорее всего, вот это первичное разъезжание пигментов в разные стороны имело смысл простого охвата как можно большего диапазона. И все. Потом уже на этой основе спормируются структуры, обрабатывающие эту информацию и, в конце концов, приведшие к возникновению цветного зрения. Но тогда это просто расширение диапазона доступного света. Незадолго до разветвления позвоночных выделяется палочковый пигмент из короткого нового колбочкового пигмента. Палочковые пигменты достаточно сильно будут отличаться от колбочкового, об этом я поговорю чуть позже. И вот тогда возникает, по-видимому, первое разделение белков трансдукционного каскада на палочковые колбочки, которые потом разойдутся уже полностью. Об этом я тоже буду говорить чуть позже. Вот, значит, в конце концов возникает сетчатка миноги. Это первая нам известная сетчатка современного типа. Каждый по отдельности ее элемент еще далек от совершенства. Но там уже два типа фоторецепторов, они немножко отличаются. Там трехслойная структура. И это вот то, что сохранится на протяжении последующих 500 миллионов лет. Но за эти 500 миллионов лет, естественно, сформировалось большое количество разнообразных вариаций этих сетчаток. Ну вот, значит, вот эта вот картинка Гвардовского-Волчакова 1982 года. Миноги тут, ну, плохо, но все-таки видно, что они немножко разной длины. Они и те, и другие конические. Электронно-микроскопические исследования показывают, что у них диски изолированы от плазматической мембраны. И вся разница в том, что одни чуть длиннее, другие чуть короче. И все. Это еще далеко не та классическая картина разницы между палочками и колбочками. Вот. То есть, к чему я это говорю? Возникшее было ощущение, что существует классическая схема палочки-колбочки. Потом с развитием световой, подчеркиваю, световой, но пока еще не электронной микроскопии. И до внедрения электрофизиологических методов, которые позволяли бы уверенно идентифицировать палочки-колбочки. Это вот первое начало 20 века, первая половина. Привело к некоторому, так сказать, отчаянию в классификации. Потому что, ну вот, это, правда, пример более современного, но все равно. Вот монгольская песчанка, зверюшка, живущая в основном в ярких условиях. Это дневной зверек. У нее, на первый взгляд, на световой микроскопическом уровне, классическая палочковая сетчатка. Однако, если ее покрасить антителами-колбочками, выявится большое количество колбочек. То есть, у нее есть колбочки, их много, но они абсолютно палочково-морфологического типа. И таких примеров очень много. Возникло ощущение, что палочек и колбочек, как таковых, как устойчивой структуры, вообще нет. Как бы не есть ни эллина, ни иудея. То есть, они все плавно притекают друг в друга, следуя экологическим изгибам судьбы этих животных. Ну, например, в 1943 году Олс, суммируя вот эти разнородные данные, пришел к выводу и опубликовал книгу, в которой написал, что называлась «Теория трансмутации», о которой сегодня буду много говорить, о том, что, изменяя экологическую нишу, животное заново формирует набор фоторецепторов. То есть, нет устойчивых палочек, нет устойчивых колбочек, а есть перетекание одного к другому в зависимости от потребностей. Ну, вот он исследовал, в частности, потомков котилозавров, черепахи. Они имели и то, и другое. Потом перешли к чисто дневному зрению и потеряли палочки. Потом перешли к ночным гекконам. И они снова сделали палочки из того, чего было. Ну, вот, то есть, колбочек, палочек уже не было. Дальше змеи вообще лишили зрения, зарывшись глубоко в нору. А потом, когда они выглянули на поверхность, им пришлось заново выстраивать всю фоторецепторную систему из ничего, по сути дела. То есть, они создали зановые палочки и колбочки. Ну, это вот такое дерево, нарисованное Говардовским, где вот этими крестиками показаны, так называемые, катастрофы по Говардовскому. То есть, когда животные... Ну, естественно, в интерпретации Говардовского данных у Олса. О том, когда животные тех или иных таксонов теряли либо палочки, либо колбочки, либо и то, и другое, как змеи. А потом заново их воссоздавали. Ну, и вот, по сути дела, наверное, лет 20 или 30 ушло на расследование этих катастроф, назовем это так. Значит, в начале 60-х появились несколько одновременно очень мощных инструментов, которые позволили с этой ситуацией разобраться гораздо точнее. Значит, во-первых, появилась возможность электрофизиологического исследования. Это первое отведение томиты, затем это вызов в Москве, ну и дальше, так сказать, пошло. То есть, сразу стало ясно, что палочки-кобочки очень сильно отличаются по характеру их ответов. Во-вторых, это, конечно, возникла возможность номенклатуры зрительных пигментов. Вот, напомню, что вот вы видели микрофотографии, да, и, конечно, ну вот, как сказать, какого цвета это наружный сегмент, вот эта палочка или вот эта колбочка, невозможно, да. Выделить биохимические эти пигменты, учитывая очень маленькую фракцию этих пигментов, ну, например, там, если мы возьмем лекопитающее какое-нибудь классическое, то у него кобочки составляют, там, 2-3 процента. Как из них выделить этот пигмент и как его охарактеризовать? Тем более, значит, вот еще с 50-летней давности методами. Вот, и была создана методика микроспектрофотометрии. Вот это вот, так сказать, я тут вставлю несколько небольших лидерских отступлений. Микроспектрофотометр, это, по сути дела, спектрофотометр, но измеряющий спектр в крохотном тестирующем луче. Ну, вот это вот наружный сегмент размером, скажем, там, 8 на 20 микрон, и соответствующий тестирующий луч еще меньше. Это позволяет измерять конкретный один народный сегмент и все. И Говардовский, ну, не был он первым, кто сделал первый стеклофотометр, но он был одним из первых. И вот этот прибор, который вы тут видите, это, как ни странно, фирменный прибор, это производство ЛАМО, но вот от ЛАМО там остался только вот этот чехол, вот больше ничего. Все остальное Говардовский выкинул и заново сделал всю электронику, всю механику. Для этого он использовал движки разломанных хард-драйвов еще первых 286-х компьютеров. Он написал все мотобеспечение на Бэйсике. И он провел огромное количество исследований, и один, и в соавторстве с микроспектрофотометрами всего мира. И он, более того, начал снабжать этих людей спектрофотометрами своего собственного производства. В мире до сих пор работает, ну, не знаю, думаю, что 3-4 точно, все еще основанных на 206-м компьютере и написанных Говардовским коде в Бэйсике. В Хельсинке, я знаю, работает, в Москве работает, еще работают. Настолько хорошо это было сделано. И было опубликовано им, ну, больше 40 работ только на английском языке с огромным числом общего цитирования. И вот это все вместе, вот эта вот работа позволила создать, ну, в частности, например, революционное дерево зрительных пигментов, которое потом было во многом подтверждено уже данными генетических исследований. И оказалось, что, по крайней мере, на уровне пигментов никакого притекания нет. Значит, колбочковые пигменты остаются колбочковыми, палочковые остаются палочками, и они не притекают друг в друга. Эти линии как разошлись, так и сохраняются разошедшими. Вот вторая история. Visual Pigment Template. Это тоже про Говардовского. Вот это, как бы, такая классическая картинка зрительных пигментов. Если присмотреться, то видно, что форма их очень похожа. То есть можно было бы подумать, что это всего лишь транслокация вдоль оси длин волн, и если мы их совместим, они наложатся. Это не так. На самом деле, при смещении вдоль оси длин волн по иксу происходит уширение или сужение спектра поглощения. Аналитическое описание спектра поглощения крайне важно, потому что вот это мы видим картинку, а вот это реальные измерения. И для того, чтобы точно сказать, какой здесь максимум пигмента, а это важно, эту приводу хорошо бы описать. А чем ее описать? Вот нужен template. И нужен template, он как бы инвариантный. Учитывая еще то обстоятельство, что в зависимости от того, где находится реальный максимум пигмента, здесь, здесь или здесь, он должен еще и менять свою форму. Такие template были ранее предложены, и в общем, они не очень хорошо описывали пигменты, особенно бета-полосу, потому что у пигмента есть альфа-полоса, собственно, пигмента, и бета-белковая. И вот Гвардовский в 2000 году взял на себя гигантский труд, он проанализировал огромное количество пигментов, ну, как бы сделал работу по подгонке, опубликовал этот template, и этот template до сих пор является золотым стандартом, и вот эта вот работа 2000 года обладает индексом цитирования 775, это один из рекордов, я думаю, что нашего института уж точно. Когда появились электрофизиологические измерения палочек, то, как я уже говорил, с того понятно, ну, и фоторецепторов, насколько они разные. Значит, вот вы видите классический пример палочков и колбочков записей, и, так сказать, тут они на картинке выглядят достаточно одинаково, но если мы присмотримся, во-первых, к оси времен, значит, тут вот секунды, а тут миллисекунды, а во-вторых, вот к этому графику, показывающему смещение чувствительности, мы увидим, что ответы колбочек гораздо быстрее, более чем на порядок быстрее, и гораздо менее чувствительные. Значит, вот эта вот разница, видите, 2,5 порядка. То есть, если бы мы, скажем, сопоставили вот этот вот палочковый ответ и нарисовали бы здесь колбочковый ответ на эту же чувствительность, мы бы ее просто не увидели. Колбочки на такие вот стимулы, она бы просто не ответила. Чуть-чуть напомню, чем достигается фоторецепторный ответ и у тех, и у других. Ну, есть светоактивируемый пигмент GPCR, либо в ковочком, либо в палочком варианте. Дальше же белок трансдуцин, который активируется в ответ на возбуждение фоторецепторного пигмента. Затем есть эффекторный белок CGMF-фосподиэстераза, который гидролизует циклический гуаноземный анофослат, уровень которого в клетке в темноте высок, а на свету начинает падать. CGMF в темноте держит открытым гоню от CGMF-зависимые каналы, а дальше они закрываются, и клетка гиперполяризуется. Этот каскад обеспечивает мощное усиление. Значит, вот один ротопсин активирует больше 100 молекул GBLK, значит, коэффициент 100. Дальше один к одному GBLK активирует фосподиэстеразу, и дальше еще примерно, так сказать, двухпорядочное усиление за счет гидролиза фосподиэстераза, циклического гуаноземного анофосфата. И существуют мощные обратные связи, которые дальше этот активируемый ответ выключают, потому что важно не только ответ включить, но как можно скорее, в случае как минимум кобочек, его и выключить. Иначе мы не увидим следующую стимуляцию. Так вот, когда наступила эпоха маклорной биологии, то выяснилось, что вот эти все элементы транзакционного каскада существуют, а их там больше 20, я тут на схеме далеко не все показал, существуют в палочковой и кобочковой варианте. И разошлись они очень давно, похожи где-то на уровне миноги. А почему палочковый ответ медленный, а кобочковый быстрый? На самом деле потребовалось довольно много лет на то, чтобы четко сформулировать ответ на этот вопрос. Во-первых, предполагалось раньше, что потому что кобочка медленнее активируется. И действительно, если сравнить, прошкалировать ответ кобочки и ответ палочки, то видно, что, ну, тут этой картинки нет, кобочка активируется медленнее. Но вот несколько лет работы в нашей лаборатории над этой проблемой выяснилось, что проблема в том, что кобочка, как только начинает свой ответ, ну, собственно говоря, что мы регистрируем, да, мы регистрируем, вот здесь была вспышка, да, и дальше пошел фотоответ к кобочке. Так вот, как только пошел нарастание фотоответа к кобочке, тут же пошли и процессы выключения. Короче говоря, процессы выключения активно вмешиваются в форму фотоответа с самых первых миллисекунд. Поэтому, анализируя начальную стадию фотоответа, а только из нее и можно извлечь информацию об скорости активации, нужно иметь в виду, что она сильно искажена процессами уже выключения. И потребовалось создать специальную математическую модель, которая бы учитывала все эти вопросы, чтобы показать, что если вот эта вот запись, то реальная скорость выключения – это вот эта, линия номер 4. Ну и таким образом было показано, что реальная скорость активации и у кобочек, и у кобочек примерно одинаковая. Вот тут вот эти цифры. Но не выключение. Вот выключение, ой, извините, выключение у кобочек и кобочек действительно очень разное. Значит, скорость синтеза CDMF у кобочек в 10 раз быстрее, в 10 раз быстрее выключается активированный фотопигмент, в 10 раз быстрее выключается активированный фосфодиэстераза и гораздо быстрее работает система кальция в обратной связи. Вот это и обеспечивает большую скорость выключения. Ну хорошо, это объясняет, почему кобочки менее чувствительные, чем паучки. Но разница в диапазоне освещенности от темной ночи до очень светлого дня, где кобочки все еще работают, это 10 порядков. А почему кобочки все-таки не насыщаются? Да, конечно, они в 10 тысяч раз менее чувствительные, но диапазон-то в 10-10, казалось бы, они все-таки должны когда-то насытиться. Оказалось, что у них существуют мощные механизмы, исключающие насыщение. Значит, во-первых, это пассивный механизм обеспечивания зрительного пигмента. То есть на свету большая часть зрительного пигмента, ну скажем так, у нас условно 100 единиц пигмента, так вот на свету из них 99 или там 95 обеспечены, а оставшиеся 5, соответственно, обеспечивают в 20 раз меньшую чувствительность, потому что только они и работают. Это раз. Второе. Существуют механизмы гораздо более быстрые, чем у паучек регенерации зрительного пигмента. Они включают гораздо более быстрый распад кобочковых метапродуктов и дополнительные пути снабжения кобочек регенерированным хромофором. Сейчас я поясню, что это значит. Вот это вот график скорости распада метапродуктов. Что такое вообще метапродукты у зрительных пигментов? Когда пигмент поглотил фотон, у него хромофор изомеризовался, но остался пришитым к белковой части. Вот эти вот продукты называются метродопсин-1, метродопсин-2 и метродопсин-3. Там несколько последовательных стадий. И пока хромофор не отвалился от метродопсина, он ресайклингу не подлежит. То есть надо для того, чтобы начать ресайклинг, нужно, чтобы эти два компонента наконец развалились. Так вот, у павочек, это вот эта черная линия, это происходит достаточно медленно. Видите, тут сотни секунд. То есть 10 минут, а еще 20% не развалилось. А у кобочек этот процесс происходит гораздо быстрее. А это означает, что он гораздо быстрее высвобождает субстрат для последующего ресайклинга. И дальше вот этот ресиналь, который высвободился, он должен обратно изомеризоваться изоотранс в один цисконформацию. У павочек это один путь, один в смысле единственный. Это через пигментные петели, туда транспортируется обесцвеченный ресиналь, там он изомеризуется обратно и возвращается. А у кобочек, ну как минимум, несколько путей. У них тоже существует путь через пигментные петели, но также существует еще дополнительный путь через глиальные милетские клетки. Возможно, существуют, сейчас показаны и внутренние резервы. Короче говоря, у павочек все это гораздо более мощная система вот этого ресайклинга. Ну и значит, вот тут суммированные вот эти вот свойства павочек и кобочек. И вот это заключение, предварительное заключение о том, что и те, и другие являются высоко специализированными клеточными типами, но кобочки осмысленно, намеренно обменивают чувствительность на скорость реакции и качество зрения. Это мы сейчас говорили про функцию, про физиологию. Но теперь, так сказать, морфологические типы. Павочки, напомню, это цилиндрические наживные сегменты, и диски, изолированные от пазматической мембраны. Такие мембранные стопки. У кобочек это маленький конический сегмент, сужающийся к концу, и диски являются инвагенациями пазматической мембраны. Надо сказать, что... Да, ну и еще, конечно, структура синаптических окончаний. У палочек синаптическое окончание достаточно не то, что просто, но проще, чем у кобочек устроено. А вот у кобочек это огромная сложная структура со множеством отростков вторых нейронов, горизонтальных и антиполярных клеток. Ну, почему кобочковое синаптическое окончание устроено гораздо сложнее, чем палочкой, в общем, понятно. Кобочкам нужно обрабатывать цветную информацию, сравнивать ответы, вычленять световые контрасты и так далее. Палочкам нужно просто суммировать и передавать дальше, с больших площадей. Это как-то еще объяснимо. А вот почему коническая структура? Зачем? Зачем палочкам? Она, в общем, понятна. Им нужно собирать много фотонов. А почему бы тогда кобочкам не сделать то же самое, собственно говоря, чем плохо? Почему бы им тоже не оставить это? Нет. Кобочки вот во всех этих документированных случаях, как бы трансмутаций, когда действительно двери начинают спешно строить кобочковую систему из того, что есть, то есть из палочек, палочки начинают дрейфовать в сторону кобочкообразную структуру. Почему? Почему это для них важно? Ну вот здесь тоже довольно много было сделано Говардовским. И вот еще надо сказать, что помимо конической структуры, у кобочек в основании, то есть в оптическом отношении перед наружным сегментом, в основании внутреннего сегмента, лежит светопреломляющая структура. Иногда это какой-то плотный комплекс митохондрий, но чаще всего, ну у особенно продвинутых кобочек, это липидные капли, называются масляные капли. Вот они тут изображены на плоском препарате сетчатки. Они могут быть бесцветные, они могут быть разноцветные. И смысл разноцветных, в общем, понятен. Это световые фильтры. Они еще больше обрезают спектры проходящего света. Короче говоря, они формируют лучшее световое разрешение. Чем уже спектр приемника, тем лучше световое разрешение. Ну, понятно, да? То есть если они пересекаются, разрешение хуже. Если они не пересекаются, разрешение лучше. Конечно, это происходит за счет поглощения. Конечно, при этом теряется свет. Но кобочкам это не важно, у них света достаточно. Но вот зачем бесцветные капли? Это, значит, довольно долго предполагалось, что они таким образом собирают как воронки как можно больше света, но термодинамические соображения это опровергают. Бесцветные капли обеспечивают, извините, дирекциональную чувствительность. Вот на этом графике, построенном Говардовским, значит, это расчетный график. Видно, что вот эта вот дирекциональная чувствительность колбочки с масляной каплей прозрачной, а это без масляной капли. И приводит это вот к чему. В случае темноадаптированного зрачка, когда он открыт полностью, примерно на 20 градусов, разница между колбочкой с каплей и колбочкой без каплей никакой, потому что зрачок и так достаточно широко раскрыт. Но вот когда зрачок света адаптирован, то есть сужен на гораздо меньший градус, скажем, 5, вот тогда колбочка с высокой дирекциональной чувствительностью имеет огромное преимущество, потому что она смотрит только в этот зрачок. Она не пытается, вернее, собрать свет с той части зрачка, которая затянена. И вот тут я хочу сделать третье лирическое отступление. Вот эта вот юная леди на этой фотографии – это Маша Кудрова. Она дочка сотрудницы нашей лаборатории, Лидии Варьевны Зоевой, извините. И держит она в руках пенопластовую колбочку. Я думаю, что Гвардовский, будучи инженером и физиком, еще и в этой своей постаде, он, конечно, не мог удовлетвориться вот этими теоретическими изысканиями о дирекциональной чувствительности колбочек. Он решил это проверить просто экспериментально. Он сделал модель колбочки в масштабе 1 к 15 тысячам. Он где-то раздобыл источник микроволнового излучения. То есть там было все ошкалировано к 1 к 15 тысячам, в том числе и излучение. Он сделал из пенопласта колбочку масляную каплю внутренний сегмент. И сделан не потому, что из пенопласта легче резать, а потому что это обеспечило тоже нужное соотношение коэффициентов прилавления. И показал, действительно, он поставил датчик вот сюда вот на выход, вводил источник в обрук и показал, что действительно вот эта дирекциональная чувствитель действительно обеспечивается с масляной каплей, а без нее ее нет. Я вот несколько раз упомянул, ну, как бы критику теории трансмутации Уолфса, хотя, конечно, сейчас вот как бы с наших позиций, с нашего знания легко и приятно критиковать Уолфса, который написал действительно глубокий и хороший труд в 43-м, еще до появления всех этих данных, которые мы сейчас знаем. Но это, тем не менее, вот эта дискуссия не ушла в прошлое. Вот эта статья, которая появилась в 15-м году, заметьте, эволюционная трансформация палочковых рецепторов в чисто колбочковые сетчатки, вот я не знаю, как правильно вести, Гартер Снэйк – это подвязочная змея, или, ну, меня залоги должны поправить. Здесь, собственно говоря, утверждается, что трансплутация верна. Вот эта палочка, вот здесь вот на этой микрофотографии, она почти превратилась в колбочку, по мнению авторов. И они, кстати говоря, не так уж и не правы. Действительно, она много потеряла палочковых свойств и довольно много приобрела в колбочках. Вот я бы хотел тут, да простит меня Виктор Саевич, сформулировать как бы две современные формулировки гипотезы Оллса – расширенную и узкую. Значит, расширенную, в рамках расширенной автор этой статьи правы. Да, действительно, этот фоторецептор, который является, по самому генезу, палочкой, он довольно далеко зашел, идя в сторону колбочек. Там я не буду сейчас все детали статьи перечислять, но они, в общем, правы. Он как бы движется в сторону колбочек. И в этом смысле, да, можно сказать, что происходит какая-то трансмутация. Но если взять узкое понимание трансмутации, то есть сейчас мы знаем, что такое реально хорошая палочка и реально хорошая колбочка. И тот, и другой тип достаточно хорошо охарактеризован. И вот если задаться таким вопросом, а был ли в эволюции такой случай, когда палочка была потеряна, например, палочка, неважно, а потом, когда у этого зверя возникла необходимость, она была снова воссоздана из колбочки и как бы дошла до лучших образцов, она стала реальной палочкой по чувствительности, по другим признакам. Но при этом была собрана не из палочковых элементов. Вот мне кажется, вот это было бы реальным подтверждением теории волоса. Но вот это как раз не произошло. То есть вот, конечно, всегда надо сказать, на основании тех примеров, которые мы до сих пор знаем, за 500 миллионов лет это так и не случилось. Попробуем, это я уже в заключении, пофантазировать, а как это, в принципе, могло бы выглядеть, вот если бы все-таки мы попытались собрать этот конструктор, и вот что надо было бы взять? Ну, во-первых, зрительный пигмент. Зрительный пигмент надо было бы взять синий-зеленый. Почему? Вот, предположим, вы тут видите 4 пигмента млекопитающих, даже не млекопитающих, а человека, потому что у млекопитающих, как правило, длинная волна пигмент 1. И вот, предположим, палочковый пигмент пропал, значит, нам надо сделать его исколочково. Значит, какой надо выбрать? Ну, хочется, первое, что мы просили, давайте все, давайте все фоторецепторы сделаем универсальными. Вот не получится, потому что существует такая проблема темнового шума. Значит, напомню, что в темноте палочки генерируют такое спонтанное событие, которое вызывается термическим распадом молекулы зрительного пигмента. И еще, опять-таки, 70 лет назад было постулировано, а затем и доказано, в том числе и нашими работами, что вот частота этих спонтанных распадов, она зависит от максимума поглощения пигмента. Чем более красный пигмент, тем выше частота. И с точки зрения термодинамики это понятно, значит, чем краснее пигмент, тем он менее стабильный, тем меньше энергетический барьер, который надо перескочить. Приводит это к тому, что чем более красный пигмент, тем он больше шумит, и поэтому построить максимально чувствительную зрительную систему, где этот шум не забивал бы реальные фотоны, можно только на коротковолонных пигментах. Но двигаться в сильно коротковолонную область тоже нельзя, потому что там фотонов мало. Если посмотреть график зависимости числа фотонов от спектра, то он неуклонно повышается в красную область. Таким образом, вот это положение 500 нм – это некий компромисс между чувствительностью и доступным количеством фотонов. Поэтому устроить универсальный рецептор надо на основании сине-зеленого пигмента где-то в районе 500. И это должен быть колбочкового типа пигмента с высокой скоростью деградации метапродуктов, потому что палочковая медленная деградация не даст нужной скорости оборота. Дальше, наружный сегмент. Ну, наверное, надо взять цилиндрический, хотя, сразу оговоримся, при этом, безусловно, улучшится дирекциональная чувствительность. То есть уже будет не очень хорошая колбочковая чувствительность. Дальше. Родопсин киназа. Родопсин киназа выключает родопсин. И у палочек она регулируется примерно в 5 раз от низкого кальция высокому. То есть в темноте она работает медленнее, позволяя ответу хорошо развиться и формируя большие одноквантовые ответы. На свету она работает быстрее в 5 раз за счет понижения концентрации кальция. Так вот, если мы хотим, чтобы это была еще и колбочковая система, то есть она бы работала при колбочковой индезерии, надо, чтобы она работала не в 5 раз быстрее, а в 50 как минимум. То есть надо выключать еще в 10 раз быстрее. И таких родопсин киназа в природе мы не знаем. То есть вот тут уже прокол. Но это, конечно, не значит, что их в принципе нельзя построить. Но вот их нет. Дальше система регенерации пельмента. Ну, чтобы она могла работать и при колбочковой интенсивности, понятно, что она должна быть быстрая. Тут уж придется смириться с тем, что в случае низких интенсивности она будет все равно быстрая. Но возникает вопрос, а выдержит ли это все метаболизм клетки? Потому что маленький колбочковый наружный сегмент он еще, ну, по факту работает, да? А вот когда наружный сегмент будет палочкового типа с объемом в несколько раз больше, потянет или нет? Вот вопрос. И ответ не очевиден, потому что вот посмотрите на этот пример. Вот это тоже, кстати, работа Гвардовского. Исследование геккона, который перешел к ночному образу жизни. Вот у него, у его предков был вот этот красненький спектр третьего пигмента, затем он ушел в ночь, и он стал более кратковолновым. А вот это его, вот этим синеньким показана скорость деградации метапродуктов. Вот обратите внимание, как я уже говорил, у колбочек он быстрый, да? У палочек он медленный. Геккон движется в сторону палочек. Ну, казалось бы, а зачем ему вообще трогать скорость деградации? Ну, пусть он останется колбочкой. В конце концов, быстро регенерирует, ничего плохого. Нет. У него стала замедляться скорость деградации. По-видимому, ну, простое эволюционное объяснение, что это какой-то критический фактор, и как только с него снят эволюционный пресс, он начал, так сказать, двигаться в сторону меньшей нагрузки на метаболическую систему клетки. Таким образом, как бы, системе не все равно, по-видимому, да? И вот следующая масляная капля, наверное, не надо, потому что она будет сильно съедать чувствительность в палочковом режиме, она будет фильтровать свет, но, опять-таки, это по-гвардовскому ухудшит дирекциональную чувствительность. И синапсическое окончание. Ну, колбочкового типа, потому что можно себе представить, что какой-то такой нейрональный режим, когда на ярком свету, когда света много, будет колбочкового типа обработки информации, а в темноте, когда света будет мало, и сигнал будет примитивный, вся эта система будет как-то выключаться, и пойдет просто простая мощная суммация, как это характерный палочек. Это еще представить себе можно. Таким образом, вот что я хочу сказать, в этой схеме нет ничего принципиально невозможного, но она так и не реализовалась. И нам теперь остается только подождать следующие 500 лет, 500 миллионов лет, чтобы посмотреть, все-таки возможно это или нет. Пока это ни у кого не получилось. Ну, и вот я хочу показать вот эту картинку, подготовленную не мной. Я подготовил Гвардовский к своей предыдущей лекции, и я знаю, что он собирался перенести ее и на эту. Ну, а в конце еще раз посмотреть на Виктора Саича. Спасибо за внимание. Вопрос в чате. Секунду. Так, где-то у меня чат. Ага, вижу. Спасибо за доклад. Стоит впечатление, что если, например, кубочка создавалась заново, вывалился от палочки, то, наверное, должны существовать какие-то различные варианты каскадов распада пигмента и других внутриклеточных реакций. Так ли это? Ну, если, вот вы говорите, как бы, собственно говоря, весь мой доклад, я хотел сказать, что этого не было. Ну, вы имеете в виду, наверное, вот ваши вопросы относятся к моему последнему гипотетическому предположению. Вариантов каскада разбат... Ну, варианты точно есть. Видите, я показал пример этого геккона, который сумел управлять скорость распада пигмента. Значит, это подлежит регулировке. Спасибо. Отлипуфлюзанны, комплимент. Есть ли вопросы в зуме, коллеги? Там рука есть от Дмитрия Сергеевича. Конечно. Спасибо за интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, вот в докладе вы говорили в основном о фоторецепторах позвоночных, понятное дело. Что касается беспозвоночных, головодойгих, например, как там с морфологической организацией фоторецепторов, есть ли, просматриваются ли в целом какие-то общие закономерности с тем, что мы наблюдаем у позвоночных. Понятно, что там будет своя специфика, но тем не менее. И, в общем-то, и в химизме, хотя бы, я думаю, вряд ли химизм там изучали. Хотя бы в орфологию. Ну да, ну вот, например, на самом деле, часть ответов мы получили прямо вот на этой конференции. Был прекрасный доклад Валерия Валерия Жукова из Калининграда, который, я знаю, сейчас присутствует, он анализировал фоторецепторные системы. Мы очень мало знаем о транзакционных каскадах непозвоночных. И даже о том, собственно говоря, на какой системе они работают. практически, но полиозит монофосфата или IP3, как, например, у насекомых. И вот Валерий Вячеславович проверял на одном из моллюсков и стал следы IP3 регуляции. Что касается морфологии, то, как вы знаете, у моллюсков глаза камерного типа, а что касается цитологических типов, то там встречаются и те, и другие. Более того, есть классический пример сетчатки, где два слоя, в котором один это равномерные клетки, а в другом целиарные. Но химизм их традиционной каскады исследованы гораздо хуже. Спасибо. Есть вопрос от Жанны Нагорной, я на руку подняла. Да, конечно. Здравствуйте, большое спасибо за лекцию. Меня слышно? Да, да, вас слышно. Спасибо большое. У меня вопрос. Колбочки разных видов имеют одинаковую световую чувствительность? То есть, и можно ли как-то увеличить? То есть, колбочки всех видов, кого они есть, наряду с палочками? Нет, конечно, нет. Колбочки световая чувствительность в очень большой степени зависит от размера пигмента. Ну, если мы говорим об абсолютной чувствительности, то есть, тут прямая зависимость. Чем более массивный наружный сегмент, тем как бы больше светового снимает. Но, собственно, у колбочек нет проблемы, понимаете, как бы палочки должны обеспечиваться абсолютной чувствительности, они ее обеспечивают. Один кванк, меньше просто не бывает. У колбочек нет проблемы со светом, у них проблемы скорее набор с насыщением, поэтому они оптимизируют совсем другие параметры. Вот, как я уже сказал, дирекциональная чувствительность, скорость работы, например, там, млекопитающие далеко не чемпионы, и вообще позвоночные по части скорости работы зрительной системы. У нас, как вы знаете, скорость слияния, мелькания там, то есть, на мониторе 70 Гц уже мы никаких мельканий не видим, а в кино там 25 кадров даже не видим. Ну, у других позвоночных ситуация чуть получше, но все-таки нам до насекомых, у которых там больше 300 Гц, разрешение, да еще очень далеко. То есть, понятно, что это, просто нам такой частоты хватает, но это вот тоже важный параметр для активных хищников скорости работы колбочек. Не знаю, третий, улья, на вопрос. Да, спасибо большое. И еще один такой, есть ли какие-то заболевания, которые ведут к патологии избирательно, либо палочек, либо колбочек? То есть, ну, и... Конечно, они генетически обусловлены, безусловно. Конечно, есть болезни, когда погибает, скажем, колбочковая, там, дефектный колбочковый канал, цигновозависимый, и колбочки умирают, то есть остаются только палочки, и такие люди, вынуждены там принимать специальные меры, носить темные очки. Есть, как мы знаем, дегенеративные заболевания, поражающие, в первую очередь, палочки. Колбочки генетически абсолютно невинны, это вот эти, скажем, наследственная дегенерация сетчатки, она начинается с палочек, и известно несколько тысяч мутаций, нескольких сотни генов, которые ее вызывают, но, естественно, они с неодинаковой частотой распределены, очень часто это дефект в посредистратой разы, палочки гибнут, потом почему-то гибнут и колбочки тоже, но это всего уже каких-то, так сказать, общих причин, каких-то отсутствия каких-то витальных факторов, но сами посековочки генетически ни при чем. Да, у меня просто изначально вопрос был еще, есть ли заболевания негенетически обусловлены, которые ведут к патологиям, вот, спорадические так называемые заболевания, которые ведут к патологиям палочек или колбочек или все вместе? Ой, вот, знаете, сейчас вам не отвечу, извините. Ага, спасибо, то есть, как бы, ну, угрожает ли что-то человеку, скажем так, с дегенерацией чувствительных клеток, именно не имеющие наследственной природы? Нет, вопрос, я понял, да, но просто сейчас только не приходит ни одного примера, хотя, наверное, есть, я подумал от вашего вопроса. Спасибо большое. Михаил Леонидович, да, да. У меня просто, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Я много лет и много вообще работаю у меня по зимоспящим лекопитающим на пяти видах сусликах и так далее. Например, американский или арктический суслик, цителюс мэджор, тоже, впадают в спячку, то есть, находятся в темноте, в гнезде, не выходят из него около 7-8 месяцев в темноте находятся. Ну, если говорить об этом, то, конечно, очень много, ну, все фактически, по-видимому, хладнокровное животное, которое впадает в гипобиоз, не будем говорить о гипобиозе, о бонобиозе, они тоже на долгое время лишаются, как бы, зрения. У них, как бы, известна какая-то перестройка зрения или временная, или вообще другая, другие особенности. Вы имеете в виду такая, как бы, как следствие длительной депривации, да? Ну, длительное отсутствие света. 7-8 месяцев без 12, то есть, больше период, чем на свету. Понятно. Нет, ну, я не скажу, что я этот вопрос хорошо знаю, но мне не встречалось таких статей, что вот несколько месяцев световой депривации приводили к каким-то структурным или функциональным изменениям в сетчатке. И, в общем, оно и понятно, потому что, на самом деле, тут вот, скорее, такой вопрос несколько философский, что является, собственно говоря, адекватным стимулом для фоторецептора свет или темнота, потому что, значит, ну, как бы, классический нейрон в ответ на стимуляцию деполяризуется, да? А если мы говорим, что для фоторецептора свет – это стимул, то он гиперполяризуется, значит, он был активирован, а в ответ на свет он деактивируется, понимаете? То есть, тут вот одновременно идут два метаболически затратных процесса. С одной стороны, фоторецептор в темноте деполяризован и активно гоняет через себя ток, и это, конечно, метаболически затратно. А с другой стороны, на свету, когда обесцвечено много молекулы движительного пигмента и идет метаболически затратный процесс регенерации, каналы закрываются. И вот эта метаболическая затратная часть прекращается. Так что, я думаю, что для сетчатки это не является некомфортным состоянием, призывающим к каким-то перестройкам темнота. Вовсе нет. Ну вот я, к сожалению, никогда почему-то не интересовался этим вопросом, хотя известно, что синаптические белки при вхождении в спячку, при критической температуре тоже перестраиваются очень сильно. Не все, а только 30% погибают. Ну и потом, когда он выходит из спячки, это все природный процесс, я говорю. Это не депривация искусственная. Это природный процесс. Вот. Дальше вот голый землекоп тут, по-моему, вообще зрения не имеет. Ну, нет, есть виды, я о них и упоминал сегодня, змей, которые навсегда ушли под землю и действительно, как ненужные функции, они ее отключили. Тут столько много интересных вопросов. Ну, те же вот водные и морские млекопитающие. Многие же из наземных млекопитающих стали водными и полуводными. Вероятно, тоже зрение перестройкам. Не знаю. Конечно. Нет, вот как раз этому не то, что не из числа, но много примеров вот об этом, в частности, Островский рассказывал на нашем симпозиуме, когда даже один и тот же вид и не так далеко разошедшийся эволюционный, скажем, там, креветки, которые одни живут в море, а другие, скажем, были изолированы в водоеме и потом приспособились к пресноводному возжизни, а в море и в пресноводном водоеме скепторы пропускания сильно разной. В пресноводных водоемах он в красную область еще на морских водах в синих. Вот у них и пигменты разъехались и довольно быстро в эволюционном отношении. Интересно. Ну вот протоптерос анектенс ован двоякодышащее до двух лет в гипобиозе под землей. В Египте в маленьких водоемах они песочком покрываются тоже. сохраняется у них что-то или меняется ну по-моему неизвестно. Ну ладно спасибо просто вот очень много вопросов возникает во время такой интересной лекции. Спасибо. В чате еще слова благодарности от Натальи Николаевны Наливаевой. Большое спасибо за прекрасный доклад. Виктор Исаевич был бы доволен светлой ему памяти и успешного продолжения этих интересных и важных исследований. Спасибо. Коллеги есть ли еще у кого-то вопросы? Извините у меня короткий вопрос Михаил Дмитриевич можно? А вот скажите пожалуйста если вот так гипотетически ну выключить или замедлить вот эти реакции инактивации инактивации активации зрительного каскада у колбочек то их световая чувствительность подтянется к палочкам да так я понимаю если бы это удалось сделать. Да да вы правы. действительно вот на тех видах переходных где померили такие электрофизиологию показали что этот процесс действительно идет как бы тут Виктор Исаевич таких случаев потребовалось его портить он говорил что палочки начинают портить свою замечательную систему быстрого отключения и двигаться в сторону палочек но палочек все не достигает и наоборот палочки которые значит двигаются в сторону колбочек действительно ускоряются с выключением но повторюсь ни те ни другие не достигают лучших образцов ну наверное еще потому что у них различная длина пути кванта да и не знаю там может быть концентрации понимаете с одной стороны да но с другой стороны они начинают это делать на основе тех наборов белков которые все-таки остаются отобранными для палочек и наверное ну просто вот из этого набора уже трудно сделать без возвращения к исходной точке систему ориентированной на принципиально другую задачу спасибо ну и спасибо большое за доклад и за воспоминания Виктора Исаевича большое спасибо спасибо есть ли еще вопросы коллеги тогда поблагодарим Михаила Михаила ориентированной Продолжение следует...